Еще несколько вариантов, уже более бессистемно, применение связки джеб-кросс. Итак, варианты. Во-первых, то, что мы можем наблюдать часто у тяжеловеса в среднем весе. Бросается джеб, давится, и как только противник убирает его, либо мы убираем сами, сразу же наносится кросс. То есть выдавить, как мы уже рассматривали, перекрыть обзор, создать таблини, нанести удар. Следующий вариант. Передняя рука у противника подвижна. То, что мы могли наблюдать, в частности, в исполнении ссади листона. Я бросаю джеб и пригружаю руку. То есть именно пригружаю. Чаще всего здесь начинается чуть-чуть возняться. Это ненадолго. То есть долго бороться не буду, потому что мне тоже прилетит. Итак, чуть пригрузил, сразу же вошел в правый кросс. На его правый прямой мы опять же бросаем свой джеб. Мы уже размахиваем на одну сторону. Мы можем на его бросить, чуть придавить, войти. Либо еще один вариант, если рука у плотно. То есть я бросаю джеб, подбивая его. И сразу же выхожу. Либо в корпус, либо в голову. Бам-бам. Опять же, на его правый прямой делаем сетшагом углом. И на подъеме наносим двоечку. Здесь в зависимости от удобства. Либо джеб пойдет в голову, либо в корпус. И уже второй удар. То же самое мы можем выполнить, если он наносит правый боковой в голову. То есть делаем нырок и на подъеме с уходом выполняем двоечку. Если пойдет левый боковой, чуть-чуть больше будет пауза перед контратакой. Но это тоже вполне рабочий и используемый вариант. Как уже рассматривали, если человек перекрыт, или в уличном варианте, не обязательно бить булаками. То же самое мы можем выполнить чек-кросс, основанием лодоня. Если он подставил боки, вот своими же булаками он себя и уталит. Если же он открыт, то здесь входим чек-кросс, просто основанием лодоня. Мы рассматриваем вариант пальцами. Кроме тричка, из этого положения мы можем сделать хлыст. И когда забираем, уже нанести кросс. То есть, опять же, воздействие на глаза. И вырубаем противника. Одной из аналогий, которую мы уже рассматривали, является работа римских легионеров с использованием скутума, большого щита и гладиуса. Ссылочка будет. Посмотрите, сравните, подумайте. То есть, щитом мы выдавливаем либо останавливаем противника, и гладиусом наносим основной укол. Пробуйте, думайте.